Здравствуйте, друзья! Обзор палатки Кайтен от компании Сплав. Это однослойная одноместная палатка, которая давно завоевала себе авторитет у любителей одиночных ночевок, готовых немного уступить комфорту ради уменьшения массы снаряжения. А масса Кайтена и вправду впечатляет. В полной комплектации она составляет менее полутора килограмм. Но даже это, согласитесь, весьма скромное значение можно уменьшить, если оставить дома колышки и чехлы. Конструкция этой модели подразумевает максимально быструю и простую установку. Для этого достаточно всего лишь 4 колышка, которые растягивают дно палатки по углам. Кстати, если вы решили оставить коле дома, то размеров петли хватит для того, чтобы использовать какой-нибудь большой сук или трекинговые палки. Форму палатки придают две алюминиевые п-образные дуги диаметром 8,5 мм. Над крышей они легко вставляются в два коротких кармана, исключающих застревания в процессе продевания. А нижней части дуг вставляются в люверсы. Ну а сам тент пристегивается к дугам с помощью пластиковых крючков. Подобный минимальный вариант установки подходит для хорошей погоды и очень удобен на каких-то массовых фестивалях или слетах, когда проходящие мимо люди так и норовят запнуться за еле видной оттяжки. При таком варианте вы не оставите им шансов нападения. Но вот если погода не балует и, например, ожидается дождь, то рекомендуем использовать оттяжки на торцевых стенках палатки для придания лучшего натяжения тента и улучшения вентиляции внутри за счет имеющихся здесь окон с москитной сеткой. Ну а для лучшей ветроустойчивости в районе большой дуги имеются штормовые оттяжки. Немного о технических данных. Водостойкость тента 3000 мм, одна 5000 мм водного столба. Этих значений хватит, чтобы продолжительное время выдержать даже самый сильный дождь. Поскольку это однослойная палатка, ее внутренние и внешние размеры совпадают. Длина составляет 235 см, а ширина варьируется от 80 см в самом широком месте до 40 см в ногах. Но не спешите запоминать сухие цифры, мы все вам покажем наглядно. Палатка имеет один большой вход с правой стороны. Крышка входа имеет две вертикальные молнии японского бренда YKK, которая рассчитана на множество циклов открытия-закрытия. Сверху молнию закрывает защитный клапан, он не позволит дождю просочиться внутрь. А нижняя часть крышки фиксируется липучками велкро. От проникновения внутрь насекомых вход защищает москитная сетка, через которую не пролезет даже самая мелкая мошка. Сетка по периметру закрывается на молнию. Для проветривания палатки сетка и основная шторка сворачиваются и фиксируются сверху двумя петлями. С противоположной от входа стороны имеется большое продольное окно, регулируя площадь открытия которого, можно увеличить или уменьшить приток воздуха внутри палатки. Здесь также имеется мелкая москитная сетка. Поскольку это однослойная палатка, рекомендуем по возможности увеличивать приток свежего воздуха внутрь, чтобы уменьшить появление конденсата, который неизбежно будет скапливаться на внутренних стенках. Увы, это особенности всех однослойных палаток. Рассмотрим внутреннее пространство. Размеров внутри хватит, чтобы легко расположиться на обычном пенополиэтиленовом коврике шириной 60 см. Но для большего комфорта мы рекомендуем использовать самонадувающиеся ковры анатомической формы, например, Extreme Light. При моем росте в 185 см в ногах и в голове еще остается немного места для размещения небольшого рюкзака и вещей. Ширины палатки также достаточны для комфортного отдыха внутри. Поскольку концепция Кайтона – это минимализм во всем, то следует учитывать, что сидеть или переодеваться в ней будет неудобно. Увы, это плата за малый объем и вес. Посмотреть актуальную цену вы можете, перейдя по ссылочке в описании к видео. Спасибо за просмотр и легких вам походов со снаряжением от компании «Сплав».